Раньше считалось, что к этой болезни приводит воздействие планет, звезд и Луны. Люди не могли объяснить ее внезапное появление и быстрое распространение. Сегодня вирусологи узнали о гриппе и все. Какие опасности он себе кроет, расскажем в сегодняшнем выпуске Здорового Интереса. Я Алексей неизменчивый вирус на Земле. Каждое его проникновение в наш организм опасно. Возможно, серьезные осложнения и даже летальный исход. Грипп. Ежегодно во всем мире им заболевает более полумиллиарда человек. Около двух миллионов из них умирает. Конечно, самое эффективное – это вакцинация. Так как вакцина направлена на то, чтобы у человека выработался специфический иммунитет. И в последующем, когда организм столкнется с инфекцией, в частности с гриппом, то уже у организма не было вот того периода, пока он будет распознавать вирус, пока он будет настраиваться на выработку специфических антител для того, чтобы они нейтрализовали вирус, то у привитого человека это время максимально сокращается. Он быстрее мобилизуется и реагирует на инфекцию. Благодаря высокой измечивости грипп прекрасно мутирует. Как следствие, каждый год вирус вызывает грипп, отличающийся от предыдущего. Именно поэтому ежегодно состав вакцины изменяется, но всегда включает в себя наиболее опасные штаммы. Специфический иммунитет против гриппа, он вырабатывается только на введение вакцины. Так как вакцина у нас состоит из трех штаммов вируса гриппа. Туда входят два штамма вируса гриппа А и один штамм вируса гриппа В. И это не просто так вот захотелось и внесли их в состав вакцины. В течение года лаборатории наблюдают за теми вирусами, которые циркулируют и которые прогнозируются, что придут на нашу территорию в предстоящий эпицезон. Сегодня для иммунизации населения используется вакцина четвертого поколения. В ее составе нет ни живых, ни убитых вирусов. Специалисты ее называют субъединичная, имеет в себе лишь его мельчайшие частицы – оболочки. Всего два белка, на которые вырабатываются специфические антитела. Они будут защищать организм в дальнейшем от трех штаммов гриппа. Врачи ответственно заявляют, самостоятельно, без осложнений и урона для здоровья, наш организм не справится с гриппом. Прививка – единственный эффективный способ защитить себя и своих родных от изощренных вирусов. А используемые вакцины безопасны. Или человек вообще не заболевает, но даже если он заболевает, то у него заболевание протекает легко. И что самое важное, без осложнений. Мы все знаем, что грипп – это такое коварное заболевание, которое очень часто осложняется пневмонией и вплоть до летальных исходов. Поэтому привитой человек гарантированно защищен от этих тяжелых последствий. Ни одного летального случая у привитых людей не было. И по России то, что летальность регистрируется от гриппа, она вся регистрируется у людей, у которых не привиты. Вакцина защищает человека не столько от гриппа, сколько от осложнений. То есть человек может заболеть гриппом, но не умрет и тем более избежит страшных осложнений. Грипп – это не то заболевание, с которым можно шутить. Нарушается проницаемость сосудов, в результате чего жидкость выходит из кровеносного русла и вызывает вот эти все, так скажем, нежелательные явления, которые могут усугубить состояние человека и привести вплоть до летального исхода. Это головной мозг, это отек легких может быть. Многочисленные статьи в газетах и реклама бесчисленных препаратов сделали свое дело. Люди считают, грипп не страшнее насморка. В свое время человечество уже поплатилось за свою безрассудность. 1918 год. Пандемия охватила весь земной шар, более 20 миллионов смертей. Однако людям свойственна забывчивость. Мы собрали самые распространенные заблуждения о гриппе и расскажем всю правду. Грипп не страшнее насморка. Ошибочно. Вирусологи уточняют, вирусы гриппа, попав в наше тело, первым делом вызывают отек всех слизистых, в том числе внутренних органов. Головная боль при гриппе – ничто иное, как отек головного мозга. Вирус работает целенаправленно и способен сжечь человека за несколько дней. Перенося грипп на ногах, человек в каждый раз сокращает свою жизнь на один год. Именно столько, по словам ученых, на борьбу с вирусом наш организм затрачивает энергии. Грипп не ОРВИ. Его симптомы проявляются внезапно и иногда остро. Это лихорадка, озноб, головные и мышечные боли, кашель, боль в горле, чихание, насморк, заложенность носа, сильное недомогание, потеря аппетита и чувство тошноты, иногда диарея. Вакцина против гриппа способна заразить этим же вирусом. Вакцина проигрывает заболевание в минимально легкой форме, а иногда и без клинических симптомов. Главный результат – иммунный ответ, который стоит на страже организма в период эпидемии. Грипп лечится антибиотиками. Грипп – это вирус и лечат его антивирусными препаратами. Антибиотики могут убить только бактерии. Грипп вызывается вирусом. Вирусная частица, она находится внутри клетки. То есть вирус проникает в клетку, разрушая ее. То бактерия, она находится вне клетки. Поэтому действие противовирусных препаратов и антибактериальных, оно абсолютно разное. Однократная вакцина способна дать защиту на всю жизнь. И говорить о том, что я прививался год назад, я больше не буду. Во-первых, иммунитет угасает. Во-вторых, возможно будет циркуляция других вирусов грипп. Так как вирус гриппа – один из наиболее мутируемых вирусов. Беременным нельзя оставить прививку. Она плохо влияет на плод. Беременные женщины включены в группу риска. Все вновь объясняется действием вируса гриппа – отек всех слизистых оболочек. Как следствие, поражается оболочка плаценты, кровеносные сосуды ребенка, страдают оболочки мозга плода. Детей прививать нельзя. В свое время от той же кори была очень высокая летальность. Это были дифтерии, кори, это были смертельные заболевания. То есть так рисковать здоровьем своего ребенка о том, что повезет, не повезет, вот играть в такую лотерею, наверное, все-таки не стоит. Даже если он перенесет в легкой форме инфекционное заболевание, родители уберегут его от нежелательных последствий, как тяжесть заболевания, осложнение и, не дай бог, конечно, летальный исход. Вакцины, которые используются последние 3-5 лет, не вызывали поствакцинальных осложнений. Мало того, привитые либо переносили грипп в легкой форме, либо вообще не болели. Если переболеть осенью гриппом, прививку можно не ставить. Человек не может переболеть гриппом осенью. В этот период люди заболевают ОРВИ, они также снижают иммунитет, следовательно, вакцинироваться нужно. Витамин С способен побороть вирус гриппа. Витамин С укрепляет сосудистые стенки, но не сдерживает разрушительное действие вируса гриппа. Кроме того, у разных людей витамин по-разному действует на почки. Температуру нужно сбивать, как только она перешла отметку в 37 градусов. Врачебное сообщество не рекомендует заниматься самолечением, потому что человеку очень сложно оценить свое состояние. И для каждого человека температурная реакция, в общем-то, она индивидуальна. Но считается в общепринятом, что до 38 градусов, если человек нормально переносит эту температуру, это не касается детей, то, в общем-то, не рекомендуется ее сбивать. Однако это не касается детей. В их случае при повышении температуры нужно сразу вызывать скорую. Вакцина содержит в себе опасные для здоровья консерванты. Да, существует вакцина с стабилизатором и существует вакцина без стабилизатора. Одного торгового наименования. Потому что для взрослых используется вакцина в ампулах, где включен вот этот стабилизатор для того, чтобы при переносе из ампулы и процедуры на братья шприцом не произошло обсеменение вот этого прививочного материала, то уже в течение пяти лет для детей и беременных женщин, и это записано в порядках проведения прививок, о том, что используется вакцина без консерванта. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 4 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций, но при этом ни одного случая гриппа. Циркулируют аденовирусы, ареновирусы, баковирусы, коронавирусы, множество вирусов негриппозной теологии. Однако начало эпицезона ожидается как раз на новогодние праздники. Врачи настаивают. При первых проявлениях заболевания сразу же обращаться за помощью к врачам. Не заменять профессиональное лечение народными средствами. Среди профилактических мер побольше проводить время на воздухе, избегать закрытых мест скопления людей, пить морсы, травяные чуи, чаще мыть руки и уже сейчас начать пользоваться оксалиновой мазью.